Тем временем на Украине разгорается скандал вокруг национального Красного Креста. Организацию уличили в спекуляции гуманитарной помощью. То, что полагалось раздавать нуждающимся бесплатно, одежду, продукты, средства гигиены, сотрудники благотворительной организации решили продать. Алена Германова продолжит тему. Итак, девочки, я вам отдала пасту, так? Да. 200 гривен забрала? Да. Вот они у меня в кармане. Благодейные квитки могу дать вам. За этими самыми квитками сотрудники украинского общества Красный Крест скрывают масштабную торговлю гуманитарной помощью. Официально продавать ее нельзя, можно только бесплатно раздавать нуждающимся. Но на деле каждый предмет имеет свою цену. Не торгую. Вы делаете взнос, я даю подарки. А вот это белочевитое, 80 гривен. Какие взносы, беда? Смотря, что вы хотите приобрести. А шоколад у вас веку чем? По 8-9. Эти кадры из документального фильма украинского общественного телевидения сейчас внимательно изучают правоохранительные органы. О тотальной распродаже в Красном Кресте журналистам рассказали его же волонтеры и сотрудники. Некоторые из них до сих пор там работают и просят не показывать лиц. Каждая организация должна отправлять там определенный лимит каждый месяц. И этот лимит пополнять они должны как угодно. Если это районная организация, она должна переслать часть денег национальный, часть денег в городской комитет. Если это городской комитет, она напрямую переслала деньги национальный. Несколько раз видели документы, в которых были несостыковки. Например, те же одеяла. Их должно было быть 200 штук, а их на складе было намного меньше. Сколько-то просто исчезло. В том самом национальном комитете, головной организации общества «Красный крест Украины», то, что получает деньги от продаж, отрицает помощь, якобы безвозмездная. Это не только необходимые для жизни вещи и продукты. Есть еще и курсы по оказанию первой медицинской помощи. Обучение желающих тоже бесплатное. Добровольные взносы приветствуют. Те, кто приходят на курсы, могут оставлять благотворительный взнос. Кто сколько сможет. Никто никого не заставляет. Но в телефонных разговорах с кураторами этих курсов уже никаких вариантов. Только за деньги. Это же бесплатные они, да? Как срочно. В Одессе в полицию о хищениях заявил гражданин Швейцарии Макс Хильпер. Вместе с женой Юли он помогал одесским больницам получать гуманитарную помощь из Европы. Но как только фуры с тоннами груза пересекли границу, сотрудники местного Красного Креста соблюдать условия договора отказались. Очевидно, главу Красного Креста в Одессе Тамару Барныч эти условия договора никоим образом не интересуют. Потому что как только груз попал под полный ее контроль, она заявила о том, что теперь согласно таможенной декларации груз наш и мы с ним делаем что хотим. А вы не имеете на него никаких прав. Выяснилось, что до военно-медицинского центра не доехали почти без половины тысячи единиц расходных материалов для исследований и две тысячи свитеров. А в Днепропетровском военном госпитале не досчитались двухсотен носилок, двухсот свитеров, тридцати шести матрасов и трехсот шерстяных одеял. Где они, руководитель Одесского подразделения Красного Креста не может объяснить даже полиции. На данном этапе они не предоставляют документы. Мы ждем решения суда, которое будет позволять работать с документами, которые в них находятся. Эта скандальная история, уверяют эксперты, нанесет учерб не только репутации Красного Креста, но и стране в целом. Борьба с коррупцией – одно из главных требований Евросоюза, с выполнением которого Украина не справляется. Подобные факты в очередной раз подтверждают, что с этим государством, к сожалению, невозможно иметь дело. То, что происходит сейчас с Красным Крестом на Украине, это совершенно вкладывается в ту логику всех событий, происходящих в стране. Потому что коррупция действительно пронизала полностью Украину от начала и до конца. Известно, что организация регулярно получала поддержку не только от благотворителей, но и от государства. За последние два года из бюджета Украины было выделено более 300 миллионов гривен. Правда, сметы использования этих средств Министерству здравоохранения местным журналистам так и не показали.